здравствуйте дорогие подписчики и гости канала кашпошницы с вами я наталья петровская сегодня очередной день прогулки ура ура понедельник неделя начинается вот так круто что я делаю в такую раненую прогулку скажите вы кто давно меня смотрит потому что я обычно по вечерам гуляю я иду в лес снимать очередную рекламу про свои курсы по плетению кашпо из искусственного ротанга видите вот эту золотую корзину сейчас я запечатлю она не желтая она золотая потому что скоро новый год и потому что хочется дарить всем подарки у меня очень хорошее настроение я пойду к я в другую сторону в ту я рада что мы нашли с мужем в себе силы и время провести еще один мастер-класс вернее два мастер-класса 20 и 23 числа по плетению кашпо и так сейчас я немножко порепетирую перед вами рекламу и так смотрите как можно чем можно заняться в эти последние уходящие дни нового старого года вот так вот можно наплести наплести и так сказать спрятаться от оливье и салатов за плетение вот таких замечательных изделий потому что уже не за горами весна с каждым днем все ближе ближе и ближе и сейчас если вы можете сплести например для подарков то потом вы вот так прекрасно сможете посадить цветы и будет у вас такое замечательное изделие сделаны собственного собственными руками для вас для вашего сада для подарков и или для продажи всему этому я готова научить вас либо есть у меня опыт такой я уже научила больше 300 вернее 324 женщины за этот год прошли обучение плетут умеют обучение у нас будет проходить в этот раз недалеко от станции метро семеновская буквально пять минут пешком это будет такое хорошее пространство мы соберемся на целый день с 10 до 19 часов будем плести будем общаться у нас будет прекрасный обед из грузинского ресторана нам привезут мы все посидим за общим столом у нас будет кофе паузы чайные брейки мы будем общаться если успеем потому что все основное время вы конечно же посвятите вот этому новому для себя хобби ремеслу и вот такому удивительному занятию у меня знаете я уже могу гордиться достижениями потому что наше плетение это не просто вот так встретились поплели и забыли нет это далеко не так мы продолжаем общение у нас такой как бы знаете нежданно негадно образовался клуб мы в этом клубе делаем разные вещи проводим время делаем какие-то благотворительные акции просто встречаемся общаемся обмениваемся своими хобби обмениваемся своими удивительными поделками какими-то знакомим друг друга с семьями но проводим время вот например на вчера пойду к я а то холодно стоять и вообще у меня прогулка а не только реклама вот например вчера мы ходили на фотосессии уже вторая фотосессия еще будет у нас 24 числа мы сняли студию все организовали пригласили продюсера анжелу шилину она опытный продюсер у неё своя модельная карьера и она снимается для журналов для роликов рекламных она обычная женщина которая решила показать миру что она красивая что она умеет и всему научил не вот так вот так мы кладем указательный палец по ходу ручки одной рукой как будто мы ее держим легко в кисти кисти руки совершенно свободны и вот значит собрались но я я я я анжела алексей кожевников это известный фэшн-фотограф он поддержал наш проект и мы собрали несколько групп уже и из скромных но очень красивых женщин собрали фотосессию наряжались разные наряды в разные украшения делали классные фотографии как выясняется вообще с фотографиями беда беда практически ни у кого нет хороших фотографий и никто почти не верит в то что может выглядеть так как на самом деле выглядит на этих фотографиях потому что ну как-то у нас найти на себя времени хватает на самом деле жизнь такая быстрая штука такая скоротечная такая бежит 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 я предыдущем ролике рассказывал про свою семейную историю то что сейчас моей жизни происходит и это еще раз меня укрепило и сделала мое решение провести вот эти декабрьские курсы обязательно надо успеть надо успеть мне надо успеть провести а может быть вам именно вам необходимо успеть попасть в эти уходящие деньки декабря именно в этом году пройти пойти ко мне на мастер-класс и обучиться плести кашпо потому что я знаю что многие из вас написали о я бы хотела но не сейчас я бы хотела там январе феврале марте-апреле мая июне июле августе сентябре октябре ноябре в декабре на следующий год и дальше 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 не не стоит оттягивать один день один день и у вас в руках вот такое ремесло такое хобби садов много в садах не бывает по одному кашпо поверьте мне как я говорю не потратил уже заработал так что если вы даже не планируете продавать не можете не хотите но вы украсть и свой сад и сделайте себе радость будете считать что сад что вот эта штука вот это кашпо вот это не знаю большая дровница дело рук ваших и все будут об этом знать я люблю свое хобби я пропагандирую его я призываю увлечься так же как увлечена я я вас всему ночью не переживайте всему 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 научу вас будет потом чат поддержки ну собственно это не сейчас у меня прогулка но знаете если я что-то люблю я могу об этом говорить бесконечно долго мне это доставляет большое удовольствие я кстати вчера в пятерочку ходила вот с этим вот этой корзины потому что эта корзина вчера участвовала фотосессии в ней стояли но в ней были мандарины апельсины я пока прошла по пятерочке набрала 4 заказа просто за десять минут так люди реагируют на вот такие вещи просто в рту и а вот бы летом одна женщина мне говорит вот бы летом помидоры бы с рынка приносить или яйца потому что ну ничего же не побьется она же такая с пластиковой штуковины поэтому вот такая вот смешная история произошла планов у меня на ближайшую неделю очень много я их постараюсь все уместить сегодня например я еду в университет получается уже свой диплом на повышение квалификации кто со мной давно знает я занимаюсь школе моделей и и пошла на специальный курс по повышению квалификации по теме дефиле и моделинг там мне открыли так сказать основы модной индустрии как создавалась мода с чего это вообще все взялось для чего это нужно основные топовые такие герои моды я их так по-другому не могу назвать также у нас там был курс дефиле разных стилей потому что найти это нам только кажется что мода она как бы для каких-то других людей нет мода она везде мода это движение которое как сказать влияет на все сферы нашей жизни как бы это ни казалось да то есть это не только одежда касается мода бывает на все и те же знаете автомобили подвержены моде и образ жизни подвержен моде все как бы я бы сказала что это такое знаете что-то такой эфир который в воздухе носится и который заставляет разные индустрии двигаться вперед следовать моде создавать ее вот поэтому сегодня у меня вручение диплом плехановской академии знаете серьезный вуз не просто так хры-мухры также завтра у нас будет благотворительное плетение вот этих кашпо завтра мы встречаемся опять с моими соратниками и коллегами плетельщиками моими ученицами будем плести кашпо будем будем плести шары будем их окутывать гирлянды нам пришла очередная спонсорская партия большое спасибо всем кто оказывает материальную поддержку в этой акции спасибо большое всем кто жертвует в пользу дома с маяком деньги и заказывает шары для деток или для себя мы на прошлой неделе плели и отвезли уже первую партию на этой неделе сегодня с плетем первую часть потом кто-то принесет домашнее задание потому что такие у меня неугомонные сподвижницы которые готовы свое время и силы отрывать от семьи ради того чтобы вступить вот в это дело плетение шаров кто не знает можете посмотреть мои ролики но суть акции заключается в том что мы плетем эти шары они достанутся пациентам родным сотрудникам хосписа дом с маяком на новогодние праздники в качестве подарков этот подарок вы можете купить от своего имени мы каждый подарок подпишем например там вот мы пишем от лены и с южно-сахалинска из южно-сахалинска или мы подпишем от нади напишем какое доброе пожелание вы смотрите какой дружок тут бежит а какой а какой прелесть прелесть и такой хороший кто такой хороший до пришел что тебе у меня нет ничего вкусненького мой хороший только красивенько какой хороший как же я люблю собак вообще собаки это просто не знаю моя вечная любовь навсегда вот продолжим прогулку мы про шары я говорила вот мы на плетем шаров окутаем их гирляндой и уже наверное девочки может быть без меня может дождутся меня отвезут почему без меня потому что я конечно в среду рано утром поеду в воронеж у меня папа пошел на поправку и может быть удастся уже даже к выписке его забрать но не факт сказали 10 дней лежать после инфаркта но моего папу не уложишь не усадишь у нее ему надо куда-то вечно вечный двигатель вечный движок как мне тут написали мои подписчики что все понятно в кого-то такая туда я не я тоже не могу не лежать не беречь себя я помню когда у меня операций на позвоночнике было мне через несколько часов пришел врач ставить на ноги а я до этого не ходила и мне сложно было в голове понять что я уже могу ходить вот и так знаете по два шага он не сказал ты вот сейчас делаешь первые два шага потом все сейчас тебе надо делать четыре шага потом тебе надо шесть шагов по два шага каждый час прибавлять вот пока говорит до 100 шагов не дойдешь будет тебе задание а я не могу я каждые полчаса а причем сдайте это легко сказать каждые полчаса сделай плюс два шага когда ты встаешь только с постели примерно 10 минут вся мокрая как мышь потом тебе надо переодеться каким-то образом после операции на позвоночнике нельзя два месяца сидеть только стоять или лежать и ты вот в таком состоянии не согнуться ничего не можешь это прям вот был для меня такой челлендж я прям с большим трудом его преодолевала но каждый раз вот это вот прибавка у меня была по два шага и мой доктор говорил что моя реабилитация стремительными вот так что я стремительная дамочка поэтому я очень хочу вам немножко тоже этой стремительности передать я все про свое про свои курсы на курс вы можете нам не курсы на свой мастер-класс на мастер-класс по плетению кашпо он у меня коммерчески конечно потому что материалы дорогие аренда дорогая все такое вот и это моя работа работа моего мужа мы целый день проводим этот курс и учим вам передаем вам свое мастерство ничего не скрывая не стесняясь поэтому я вас приглашаю приходите записаться на мастер-класс вы можете вступив в группу в телеграм она называется будущее кашпо я вам оставлю ссылку в описании либо на ватсап не позвоните или напишите и там будут все данные как записаться мой муж формирует вячеслав мой муж вячеслав формирует группы он вас возьмет в свои надежные руки не волнуйтесь все дойдете доведет вас все будет хорошо я горжусь своими мастер-классами у меня очень много положительных отзывов мои ученицы становятся моими близкими друзьями вот и поэтому я уже могу говорить смело что я не просто люблю я умею проводить умею обучать и зову вас к себе вот 13 минут уже гуляю а надо мне поторапливаться потому что помните у меня же сегодня еще вручение диплом мне еще добраться надо а еще я рекламу не записала пойду записывать рекламу свою коротенькую вот приходите буду вас ждать сегодня прогулка считай состоялась ставлю себе зачет завтра постараюсь тоже с утра встать пораньше погулять и всего хорошего вы были на канале кашпошница с вами была я наталья петровская сегодня очередная прогулка и будем гулять так точно до 1 января пока пока